Музыка Как Екатеринбург отмечает главный праздник страны, видно даже из космоса, несколько сотен человек выстроились в одно слово – Россия. И это только часть подарка, который подготовили свердловчане к дню рождения страны. Россия, моя страна! Чтобы живое слово было видно даже со спутников, буквы должны быть гигантскими – больше метра. К примеру, только двойная «С» – это уже сотни человек. Участники флешмоба построились как по команде, проскандировали слово «Россия» и отправились дальше поздравлять горожан. Праздничное шествие в честь Дня России объединило больше тысячи человек. Я хочу поздравить всех вас, всех жителей Свердловской области с Днём России. Это очень важный, очень нужный и правильный праздник. Желаю всем сегодня хорошего настроения, всем отметить, ровно так же хорошо, организованно, достойно нашей страны. В этом году он какой-то особенный. Всё-таки и 70-летие победы объединило. И то, что мы после всех этих санкций почувствовали, что мы вообще можем и головой работать, и руками. В этот день, 12 июня 1990 года, была подписана декларация о государственном суверенитете России. Этот праздник для многих день рождения современной страны. Вспомните, ещё 20 лет назад трудно было представить, что наша страна добьётся таких уникальных результатов в экономике, во внешней политике. Продвижение и улучшение условий труда, развитие промышленности и производства. И, конечно же, вот такого развитого гражданского общества. День России отмечают не только на суше. Для моряков и яхтсменов праздник двойной. Ещё и официальное открытие летней навигации. Тех, кто уже освоил теорию, посвящают в моряки. А по настоящей морской традиции нужно выпить воды из-за борта. Я уже всё сложно преодолела. Будет всё у меня хорошо. Мы никогда не кинёмся. Я уже профессионал почти что. Юные яхтсмены морщатся, думая, что пьют воду из-за сети. Но опытные морские волки в эти стаканчики налили простую минералку. В День России вся территория Верхосельского пруда белеет от сотни расправленных парусов. Для свердловских яхтсменов отмечать праздник под парусом уже традиция. Это тоже же воспитание малышей, что они же знают, что и День России, и флаг у нас российский тут стоит, и всё. И все эти традиции как бы тоже все вместе. И Андрейский флаг поднимает тоже как символ флота. В День России прокатиться с ветерком можно и на ретро-автомобиле. Возле Дворца молодёжи выстроились полторы сотни старинных машин. Автомобили хорошие, ухоженные. Но и самое главное – это история. Это история нашей страны. Её можно проследить здесь по этим автомобилям. Это традиции, которыми мы должны гордиться, жить. Ну и вот здесь радоваться, общаться. В этот день только отечественный автопром, уверен Евгений Семёнов. В его коллекции исключительно русские машины. Например, этот москвич 1956 года. Его автолюбитель собирал вручную. На ремонт потратил больше двух лет. Зато теперь на ней можно смело отправляться в путешествие. Заново шился салон, перекрашивался кузов, менялась на лесное железо. Достаточно много было работы проведено. И самое главное, что удалось восстановить все его технические возможности в виде раздатки переднего моста, полного привода. Эти машины не просто выставочные экспонаты. Каждая на ходу. Тем временем «Плотинка» превратилась в один большой ансамбль. 50 хоровых коллективов на протяжении часа исполняли хорошо знакомые свердловчанам мелодии. В этом году в честь 70-летия Победы пели фронтовые песни. Чтобы каждый горожанин смог почувствовать себя частью тысячного хора, на плотинке развернули самую большую караоке-площадку. На огромном экране можно было увидеть слова любимых народом песен. Едут, едут по Берлину наши родаки. Давно так не пели. Вот так вот просто на улице. Все вместе, так дружно. Настроение замечательное. Праздник в стране. В городе в нашем душе праздник. Плечом к плечу здесь выступали ветеранские организации, военный оркестр и детские коллективы. Ну, я вначале волновался, а потом, когда половина песен прошла, уже было не так уж и было, как раньше. Пока на земле поет многотысячный хор, воздух пронзает гул мотора Ант-2. Авиационно-спортивный клуб ДСАФ приготовил ко Дню России необычный подарок. Целый патриотический десант высадился в самом центре Екатеринбурга. Десять парашютистов, а с ними в компании одна прекрасная леди. Вместе с подарками спускаются на плотинку. Пока все радуются, мама Дарьи не может даже фотографировать. Переживает. Слишком твердое покрытие и очень рискованный прыжок. Ой, доченька, дарю она аккуратнее, доча. Флаги России Свердловской области, спущенные с воздуха, водрузили на главной сцене. С этой минуты стартовал фестиваль «Мой флаг российский». На территории исторического сквера разместилось два десятка развлекательных площадок. Это и выставки национальных культур, оружие, военные формы, отдельная зона у клуба служебного собаководства. Все, чтобы гости праздника не заскучали. Очень приятно, что все больше и больше народ воспринимает именно этот праздник как свой личный, как семейный праздник. Праздник большой семьи, нашего большого дома, нашей России. По неофициальным подсчетам в центре Екатеринбурга отметит День России. Пришли по меньшей мере 10 тысяч человек. С днем рождения страны поздравлял буквально каждый. Поздравляю всех свердловчан, жителей города Екатеринбурга и области с Днем России. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и болейте за команду «Автомобилист». Ура! Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и болейте за команду «Автомобилист». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова